МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Тайны личной жизни Александра Пороховщикова. Она не могла без него жить. И тайна трагической смерти его жены Ирины. Я пытался размотать эту всю историю. Кто был против их брака? До сих пор её обливают грязью, уже мёртвую. И почему Ирина собиралась разводиться с артистом? В семье не было тишины. Дерутся, орутся, бросают на утюгаль друг друга. Что было причиной их постоянных конфликтов? И нельзя было пить. Кто и зачем преследовал жену актёра? Позвонят и скажут, что ваш муж умер. И о чём до сих пор молчат друзья семьи Пороховщиковых? Я это всё знаю, но ничего не буду говорить. Вот, всё. У этого особняка в центре Москвы всегда останавливаются городские экскурсии. Ещё в 19 веке его проект получил приз на международной выставке в Вене. В 21-м столетии в его истории добавился ещё один факт. Здесь покончила с собой жена знаменитого актёра Александра Пороховщикова. Конец января 2012 года. Страну облетит новость. Народный артист Александр Пороховщиков исчез. Вот уже три дня он не показывался дома. Я это тоже опять-таки узнала из новостей. Позвонила Ирине, она вся в истерике. Жена Александра, Ирина Пороховщикова, обратится в полицию. Известнейшего актёра, снявшегося в сотни любимых зрителями картин, будет искать пол Москвы. Позвонить на дачу четы Пороховщиковых первой догадается давняя подруга Ирины, Анна Ашмарёва. Когда после долгого ожидания трубку возьмёт оперуполномоченный из Венигородского ОВД, сердце уйдёт в пятки. Значит, с Сашей что-то случилось. Говорит, Саша нашёлся. Я говорю, нашёлся в каком виде? Вот он он. В тот момент дурное предчувствие развеется, как ночной кошмар. Я слышу, Саша спрашивает, кто это? Он говорит, вы кто? Я говорю, я Аня. И он говорит, дай мне трубку. И я с ним поговорил, он говорит, ты успокой Иринку. Говорит, мне надо вот немножко прийти в себя. Говорит, у меня такие нервные были съёмки. Я приду в себя и приеду. Но местонахождение Александра Пороховщикова в тот зимний день тайной было не для всех. Скажу больше, я даже знал, где он находится. Он чуть-чуть подустал. И он на несколько дней уехал на дачу и хотел, чтобы его не беспокоили. Однако истинной причиной исчезновения Пороховщикова были вовсе не тяжёлые съёмки. От кого скрывалась кинозвезда? Почему Александр не известил о своём отъезде жену, с которой прожил много лет? Последние годы они, к сожалению, часто ругались, видимо, не понимали друг друга. Он уехал на дачу, она там вот... Что-то не складывалось. Мы уже это всё обсудили. Потом я не могу отказать своему ученику. Я Ирине позвонила, говорю, всё нормально, всё, успокойся, я утром к тебе приеду. И вот я утром приехала, а на утро его уже на передачу. Говорит, езжай с ним, поддержи его. И вот на этой передаче я видела, с Сашей последний раз виделась. Спустя полтора месяца семьи Пороховщиковых не станет. Они уйдут друг за другом весной 2012-го с разницей в 40 дней. Ирина совершит загадочное самоубийство. А Александр, на тот момент находившийся в больнице, скончается, так и не придя в сознание. О гибели супруги он не узнает. Всё, что произошло, было совершенно неожиданно, конечно. Никто не мог предвидеть, что так может закончиться их жизнь. Из-за чего некоторые коллеги Пороховщикова по театру считают, его погубила жена. Какой конфликт зрел в его семье последние годы? Почему Ирина решила умереть? И правда ли, что их отношения начались, когда Ирине не было ещё и 14-ти? Я пытался размотать эту всю историю, найти какие-то взвешенные позиции, почему это произошло. И я так не смог. Сегодня будут раскрыты все тайны жизни и последних дней самой загадочной пары российского кино Александра и Ирины Пороховщиковых. Как раз в этой истории я лично могу утверждать, что это действительно была любовь. И он её безумно любил, и она его безумно любила. Просто любовь может быть созидательной, а бывает она разрушительной. Я тебя люблю. Она его любила так, как вообще нельзя любить, понимаете? Она его любила безнадёжно. Она его любила нервно очень. Она могла с ним ругаться. От него уходить даже могла. Но она не могла без него жить. Я тебя тоже очень сильно люблю. Потому что... Потому что мне 16 лет. У меня густые волосы. Потому что хочу подойти к тебе, не решаясь. Они оба не представляли жизнь друг без друга. Но при этом с трудом оставались наедине. Близкие друзья знали. Очередная ссора могла вспыхнуть в любую секунду. Ужинаем, обедаем, завтраком, неважно, сидим. Ни с чего. Прямо так оба взорвались. Онегина учили гувернёры. Так что серьёзное образование в то время было поставлено не так. Не так, подчеркни. Как сейчас. А совсем по-другому. Когда он говорит о культуре, о искусстве, о кино. То, как она его слушает, это надо было видеть. И в то же время тут же переключаясь на какую-то бытовую тему. Ну, к примеру, там, накрой на стол. Или что-то ещё. Они моментально могли разругаться. Иногда доходило и до битья посуды, и до метания предметов в стены. Такие отношения изматывали. Не скучай. Как-то раз вот в этом кабинете, я даже помню конкретно этот день, я ему задал вопрос. Я говорю, Александр Шалыч, ну это же невозможно как бы терпеть. Я вижу, что он говорит, да, но я без неё не могу жить, я без неё не хочу жить, это мой любимый человек. После трагической гибели жены Пороховщикова в прессе муссировались слухи о её неадекватном поведении. Иру называли душевно больной. Но люди с охотой, раздававшие интервью, не были с ней хорошо знакомы. Они верили тому, что кто-то что-то где-то сказал. Вот один сказал, Ирина была психически неуравновешена. Да, вот Ирина была. Кто-то сказал, Ирина алкоголичка была. Да, вот она была алкоголичка. Да не пила она вообще. У неё был зашит желудок, она не могла пить. Ей нельзя было пить. Она полстакана шампанского, если выпивала, то это считалось героическим поступком с её стороны. Причина импульсивного поведения Ирины была совершенно иной. Какой же? Об этом позже. Сергей Жорин, адвокат и друг семьи Пороховщиковых, подтверждает. Единственное её отклонение от нормы – необыкновенная любовь к мужу, с которым всегда было непросто. Любой женщине тяжело, да, находиться рядом с мужчиной, который, во-первых, творческий, во-вторых, женщина от него без ума. Я думаю, в том числе и это определённый отпечаток наложило на психологию Ирины, на её какие-то реакции. Пороховщикова всю жизнь атаковали поклонницы. Был момент, когда вот в Крыму на съёмках, девочки, молодые девочки, казалось бы, господи, они-то откуда могли знать? А знают. И вдруг видят Сашу, Сашу Пороховщикова живьём. И это был такой вот порыв благоговейно прикоснуться к царственному телу. Было что любить. И внешне, он был прекрасен внешне, как греки обмечали, колёс. И он был ещё и каготос, прекрасен внутренний. Поэтому женщины любили. В конкретной истории мы шли по улице, и там подходили молодые девушки и предлагали от него родить ребёнка. То есть они где-то по телевизору увидели, что якобы он ищет суррогатную маму. И идут молодые девушки, красивые, и говорят, вот, Александр Шалович, мы готовы быть вашим, соответственно, суррогатным инструментом. Не каждая актёрская жена сможет спокойно смотреть, как поклонницы покушаются на её мужа. Тем более, что на протяжении многих лет Александр и Ирина хотели родить ребёнка. Не получалось. Я ему тогда задал вопрос, я говорю, а почему у тебя детей нету? А мы там уже немножко принялись с ним. И он тогда сказал, да сколько раз пытался, что-то не получается. То есть он дал понять, что что-то не в порядке у него было. Стоит ли об этом говорить? Я знаю даже о том, что он пытался решить проблему бесплодия с точки зрения китайской медицины. Вера, у меня жизнь кончается. Я всё знаю это. Я знаю всю эту предысторию, я знаю всю эту историю и всю последствия этой истории. Я это всё знаю, но ничего не буду говорить. Эта тайна навсегда останется неразгаданной. Даже по прошествии четырёх лет после смерти Пороховщиковых тема их бездетности остаётся запретной. Самые близкие друзья по-прежнему хранят молчание. Я не могу распространяться о том, почему у них не было детей. Медицинские показатели, немедицинские, неважно. Впрочем, в начале их романа о детях не могло быть и речи. Конец 70-х. Москва. Александр Пороховщиков и Ирина Жукова служат в театре имени Пушкина. У Александра на тот момент около 30 работ в кино. Он настоящая знаменитость на самом пике карьеры. Его имя пишут на афишах крупными буквами. В театр ходили исключительно посмотреть на него. Во всех ролях он был удивительно убедителен. Если разбираться в его технологии, скажем так, нас учились и очень хорошо учат говорить, но не учат молчать. И, наверное, учить этому нельзя. Это либо дано товарищу актёру, либо не дано. И вот у Александра это было развито потрясающе. Он мог часами сидеть на сцене, но, мне так кажется, молчать, и оторваться нельзя. Очень есть мало артистов, про которых можно сказать, это мужчина. Вот он мужчина. Вот, всё. Александр – зрелый артист, вкусивший славы. А вот Ирина Жукова – совсем ещё девочка. Здравствуйте, Катерина. Вот в 9-10 классе она работала костюмером после школы, сделав уроки, бежала в театр. Ира отрабатывает два года обязательной практики перед поступлением в институт на театрального критика. Прологом к истории любви юной девушки и кинозвезды послужит пари. Она поспорила, что она сможет окрутить Сашу. Пошёл вон. Ты куда? Пошёл. Стой. Сначала Ирина похвастается знакомой, что работает с Александром Пороховщиковым. Вот эта девушка говорит, «Ой, Ирин, познакомь меня. Я его обожаю». Она говорит, «А чего в нём хорошего? Старый да лысый». Она, «Ты ничего не понимаешь, это вообще кумир всего». Мне два раза в месяц студентки. Мне объясняется. «Да что вы, такому лицу?» Наивная Ира решит, что сумеет охмурить убеждённого холостяка. Назло подруги. Она, «Хм, подумаешь, кумир, я его на раз познакомлюсь с ним и сделаю так, что мы будем дружить». А на раз у неё не получилось. Она проиграла этот спор. То, что начиналось как игра, вскоре переросло в настоящую влюблённость. Представьте себе красавица Пархарашкова и 15-летняя девочка. Известный красивый актёр, сыгравший в хороших фильмах. Я бы влюбился, понимаете? Дело не в этом. Дело в том, что так сложилось. Вот так сложилось. Сначала она поспорила. Хотя, думаю, что здесь мы далеки от истины. Поспорила, потому что влюбилась. Чтобы заставить знаменитость обратить на неё внимание, Ира использовала весь свой арсенал. Но артист полностью игнорировал назойливую девушку. Она ему портила костюмы. То мокрый даст, то карман зашьёт с рукавами. Саша вообще никак на это не реагировал. Он просто тихо нитку вытаскивал или там вот так провентилирует, как бы подсушил. И Ирина уже совсем отчаялась. Всё изменит случайные встречи в театральном буфете. Сидели в буфете, Ирина сидела, пила кофе. И в этот момент Саша тоже взял чашку с кофе. И вот не было как бы свободных столиков, он сел к ней. И вот именно с этого момента, и Саша сколько раз рассказывал, именно с этого момента он её заметил. Что-то я тебя не понимаю. Вот вы зачем живёте? Мне стыдно, но я горжусь своей жизнью. Несмотря на то, что она была девочкой, он тогда, даже когда мы с ним разговаривали, он говорит, мне кажется, говорит, я в неё влюбляюсь. Ну, это, говорит, умую постижимую, она же девочка, а я уже тут прожжёлый мужик. Поползли слухи. Александр Пороховщиков совратил малолетнюю. Якобы они с Ирой втайне сожительствовали, когда той не было ещё и 14 лет. Близкая подруга семьи, Анна Шмарёва, знает тайну рождения этих слухов. Пойду чайник с кипячем. Смотрите далее. Правда ли, что Александр Пороховщиков жил с несовершеннолетней? Он, как говорится, любил вспоминать и хвастаться даже. Кто был против его отношений с Ириной? Вот он разрывался между двумя женщинами. Через что пришлось пройти его жене? До сих пор её обливают грязью, уже мёртвую. И почему она собиралась сдаться? Я звоню Александру Шаловичу, говорю, вот Ирина решила развестись. Что за болезнь убивала Александра Пороховщикова? Господи, а ведь ногу он потеряет. Как Ирина пыталась спасти мужа? Она вот этого больше всего бояла. И правда ли, что её довели до самоубийства? Позвонят ей и скажут, что ваш муж умер. Для этого много не надо. Я ж не хотела. Я пошутила. Сейчас мы едем. По слухам, Александру Пороховщикову было 42, а Ирине Жуковой всего 13, когда у них начался роман. Сегодня подруга семьи Анна Ашмарёва рассказывает, причина появления этого мифа – желание Ирины поучаствовать в телевизионной программе. Там для этого шоу нужно было, чтобы у Ирины было по паспорту меньше лет. И Саша пошёл в паспортный стол и попросил, чтобы ей сделали такой паспорт. И на это время он отдал настоящий паспорт, паспортный стол, а тот дали Ирине. И он сказал, что как только это шоу закончится, мы этот паспорт вернём. Когда это всё закончилось, Саша пришёл в паспортный стол, и, ну, как Саша, он улыбнулся, и всё, и все у его ног. Ну и паспортистка говорит, оставьте на память. Ну, вдруг, мало ли. И Ирина поэтому оставила, у неё было два паспорта. Отсюда вся впутаница шла. Александр и Ирина – натуры артистические. Они придумали историю на грани фола, в духе набоковской лолиты, про любовь взрослого мужчины к маленькой девочке. И сами про себя распустили слухи. Это всё скорее игры, во-первых. А во-вторых, я вам скажу, что очень много надуманного в их взаимоотношениях. 2011 год. Москва. Александр Пороховщиков едет за рулём. Он спешит на дачу. Последние месяцы артист испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Но никто не догадывается, насколько всё плохо. Он говорит, Аня, ты представляешь, у меня правая нога вообще ничего не чувствует. Я говорю, а как же ты на педаль нажимаешь? Ну, говорит, машина, автомат, если что, говорит, я говорю, мало ли не сможет. Да. Говорит, если что, сама, говорит, нырнёшь и нажмёшь рукой. Что за болезнь буквально убивает артиста? Я говорю, Саша, а что ты хромаешь? Сломал ногу, что ли? Он, да нет. И он мне показывает, она вся опухшая, буквально чёрная. Я тогда увидел, что у неё диабет. Я знал, что диабет, но не думал, что в таких сильных масштабах это уже, как говорится, он её настолько запустил. Именно тогда у меня промелькнуло, господи, а ведь ногу он потеряет. Перед тем, как поступить в Щукинское училище, Александр три года прилежно учился на медика. Он и сам отлично знал все симптомы и понимал, грозит потеря ступней. Но артист до самого конца не обращался в больницу и ничего не говорил жене. Он в доме всё время ходил в носках. И он их не снимал. Всё это ссылаясь на то, что у меня ноги мёрзнут. Ну, Ирина по наивности верила. С диабетом можно жить сто лет. Но вот нервы, плюс, что он любил выпить. За бильярдами делал это довольно часто. И при этом хорошо закусывал, что при диабете тоже не категорически нельзя делать. Чем объяснить подобное безрассудство? Может, Александр Пороховщиков не хотел обременять стариковскими проблемами жену, которая была на 23 года моложе? Или так проявлялось его аристократическое благородство? Вот это благородство, оно было во всём в нём. Это было и внешне, и внутренне, по-человечески. Он, как говорится, любил вспоминать и хвастаться даже своим происхождением. Он любил это в себе. Александр Пороховщиков действительно высокого рода. Его прадед – дворянин. Создатель знаменитого ресторана «Славянский базар» – меценат, участвовавший в возведении храма Христа Спасителя. У него же дед был репрессирован, он из репрессированной семьи. Я уезжаю, Маша. Насовсем? Насовсем. До 40 лет, убеждённый холостяк, Пороховщиков неизменно пользовался трагической семейной историей, чтобы избавиться от очередной дамы сердца. Он всегда говорил, вот и за мной могут прийти, вот что ты будешь делать в данной ситуации. Ну все, а ты что, могут тебя посадить, и всё, и женщину как сдувало. Но только не Ирину. Ведь она тоже совсем не из простых. Её папа – племянник маршала Жукова. Она первую фразу сказала, говорит, я буду подавать тебе патроны. Всё. И вот это была и для Саши ключевая фраза. Он любил говорить, что если вдруг ему нужна будет помощь, то он очень уверен в Ирине, что он может к ней повернуться спиной. И это тоже как бы определённый тыл. Но в начале отношений казалось, что Александр ни в грош Ирину не ставит. Он будто бы дрессировал щенка. Жена должна знать своё место. Патронтар забыл. Сначала она знала, что она ему не очень, что у него много всяких ещё, так скажем, из прошлой жизни до неё осталось знакомств и привязанностей, с которыми он не может никак расстаться. Ирина с этим очень долго мирилась, очень много терпела. Очень часто он звонил, и она ехала на край Москвы за ним. Приезжала, а ей говорили, он уже уехал в другое место. Она ехала, брала такси, опять туда ехала. Он всё-таки был довольно такой капризный человек, если можно так сказать. Он не столько мог подладиться, сколько ждал, что подладится под него. А это всегда обязательно встречные движения, иначе не получается. Видя, как она к нему относится, видя, как она всё это терпит, молча, он просто начал смотреть на неё другими глазами. Спустя время Александр с изумлением осознает, он наконец-то по-настоящему полюбил. А для Ирины Пороховщиков станет целым миром. Она вот как-то вот просто обволакивала Сашей своей любовью, заботой, вниманием. И я видел, как ему это было приятно, он получал удовольствие. Она всё время о нём отзывалась, Саша, то есть Саша для неё был свет в окошке. Чуть что вот, как Саша скажет. Настолько его любила, что она всё время чувствовала, что вот она может оказаться одна. Она вот этого больше всего боялась. Но жизнь будто нарочно чинила им препятствия. Ирине придётся столкнуться с чёрной завистью коллег Пороховщикова. Ещё бы! Никому неизвестная студентка отхватила такого завидного жениха. До сих пор некоторые актёры в Театре Пушкина есть, не буду называть их. Они сами это прекрасно знают, которые до сих пор её обливают грязью, уже мёртвую. Что они бы сделали из него больше, чем она. Что она загубила его. Семьи тоже их не поддерживали. Мать Пороховщикова многие годы отказывалась принять невестку. Для Александра это было настоящей трагедией. Безумно влюблённый в свою маму. Это настолько была трепетная любовь, что мне казалось, вот уйди она, и в нём что-то сломается. Конечно, маму он очень любил, и он о ней говорил много раз. И мама для него была, наверное, главным человеком в его жизни. Прости меня. Пороховщиков метался между двумя самыми близкими ему людьми. Он не мог и не хотел выбирать. Это часто бывает, что вот к этому идеалу очень трудно приблизить кого-нибудь из женщин. Боялся, что это вот мама не одобрит. Для Саши мама была эталон, мама была идеал. Но и Ирину он не собирался ради мамы бросать. Вот он разрывался между двумя женщинами. Это противоречие долгие годы будет мучить артиста. Его мама приняла Ирину практически перед смертью только. Когда поняла, что Саша может остаться совсем один, вот тогда она поняла, что Саше кто-то нужен. И когда она поняла, что Саше никто, кроме Ирины, не нужен, она приняла Ирину. Помнишь, как ты улепетывала в малиннике от медвежонка? Ну, Мора, он в одну сторону, ты в другую. Ну, помнишь? Помнишь, мам? Мама? Мама! Ирина помогла Александру пережить уход матери. Любящий сын долго не хотел верить, что мамы больше нет. Я иногда, говорит, прихожу и вижу, на постели матери силуэт отпечатался. То есть заправленная кровать была, меня нету, я уезжал куда-то, раз. А она, говорит, прилегла отдохнуть. То есть она, когда ушла, она приходила к нему очень часто. Он одухотворенно видел ее. И когда вот этого одухотворения не хватало физически, тогда и стала рядом Ирина, которая заменила, условно говоря, маму. Верка, я старый? Ты глупый. Точно. Я дурак. Но борьба за любовь и здесь не закончилась. Родители Ирины объявили, они категорически против ее отношений с Александром. Подумать только. Их еще совсем юная дочь встречается с артистом на 20 с лишним лет старше нее. Сначала тетя Зоя мне еще не говорила, что это Саша Пороховщиков. Она мне просто звонила в истерике и говорит, Анюта, срочно приезжай. У Ирки появился любимый человек, он старше ее, он нам ровесник. В профи мозги. Но все попытки заставить Ирину отступиться оказались тщетными. Она говорит, Ань, ты не понимаешь. Это такой человек, мне больше никто в жизни не нужен. О том, что это Пороховщиков, я узнала через полгода. Она мне не говорила. Она держала это в тайне, боялась, что я ее отговорю. Но я их когда первый раз увидела, я поняла, что вот все, ей никто вообще больше не нужен. Саша, он однолюб был, как ни странно. То есть вот эти все дурацкие там истории, которые ему приписывают, не было. Он однолюб, и она однолюбка. И вот это, условно говоря, и обоих и свело. Семье придется уступить. И вскоре Александр и Ирина решат жить вместе. Вот только где? Тогда еще была жива мама Александра. А значит, привести Ирину к себе артист не мог. И он согласился жить в маленькой восьмиметровой комнатке на Комсомольском с Иринами родителями. Зачем оркестры? Зачем генералы? Пороховщиков сразу поставил Ире условие. Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Александр свободный человек. А чтобы родители Ирины не выставили их за порог, они сочинили целую легенду. Сказали маме, что они поженились. И только после этого они стали жить. А мама по наивности не проверила паспорта. Поверила. Только вот спросила, говорит, а почему свадьбу не сыграли, зажали? Много лет они проживут как муж и жена, не будучи официально расписанными. Можно только догадываться, как тяжело это переживала Ирина. Предложение она дождется лишь в 95-м году. Но самый счастливый день в жизни любой женщины станет для Ирины очередным испытанием. Смотрите далее. Как Александр Пороховщиков сделал Ирине предложение? Ей просто стало плохо. Она потеряла сознание. И почему она собиралась разводиться с артистом? В семье не было тишины. Дерутся, орутся, бросают, утюгают друг друга. Что было причиной их конфликтов? Вот с этого начинались вот такие скандалы. Правда ли, что Ирина предчувствовала смерть мужа? Расплакался, сказал, что он больше из больницы никогда не выйдет. Кто довел ее до самоубийства? Позвонят и скажут, что ваш муж умер. Для этого много не надо. А также тайна предсмертной записки Ирины Пороховщиковой. Я еще удивился, когда зачитали ее записку. Александр Пороховщиков и Ирина Жукова проживут вместе почти 15 лет, прежде чем прозвучит предложение руки и сердца. Его артист сделает в своей манере. Ну, они так периодически ездили отдыхать. И в очередной раз поехали в Турцию. И вот зашли в какую-то ювелирную ловчоночку такую небольшую. И Саша говорит, Ир, посмотри, какие тут колечки красивые. Говорит, тебе какой-нибудь нравится? Ну, она, ну вот, мне вот это нравится. Говорит, бирки оторвите. Вот. И он ей одевает это кольцо прямо там в магазине. Говорит, Ирина, выходи за меня замуж. И Ирина, ну, это она мне так рассказывала. От того, что она так долго ждала этой фразы, ей просто стало плохо. Она потеряла сознание. Видимо, Александр созрел. Раньше он не хотел давать клятв, которые все равно бы нарушил. Не спроста его сравнивают с Марлолом Брандо, с Габеном. Вот такие молчаливые. Так посмотрит на бабу. И баба падает. Либо справа, либо слева. Параховщиков, он творческий человек. Где-то он поддавался к каким-то искушениям, где-то нет. Очень любил романтические истории по покорению женских сердец. Бесконечно рассказывал. В какие-то совершенно неимоверные истории. Прямо агент 007, как он где-то пробрался, как к его ногам все падали, а он то с букетом каким-то, где-то настриженных среди зимы, какой-то оранжерей, ну и так далее. Вот все невероятное. Никогда ничего такого тривиального и обычного. И все же Александр, успешный и зрелый человек, не готов был отказаться от привычного богемного образа жизни. Даже ради любимой женщины. Она мучилась, но я ей тоже сколько раз говорила, говорю, Ира, тебе оно надо. Я его люблю. Я готова за ним ездить, брать его из любых ресторанов, забирать из любых бильярдных клубов. Я его люблю. Все. Однако Ирина отнюдь не была покорной молчуней. Ее ревность и темперамент требовали выхода. На электризованность домашней атмосферы только подпитывало чувство Пороховщикова. Нередки были ситуации, когда мне звонит Ирина, говорит, что она решила развестись с Александром Пороховщиковым. Я спрашиваю, насколько это серьезно. Она говорит, что это не серьезно, но я должен сообщить Пороховщикову, что это, в общем-то, ее серьезное решение. Я звоню Александру Шаловичу, говорю, вот Ирина решила развестись. Он меня спрашивает, это серьезно? Я говорю, не серьезно, но вот так. Он говорит, ну тогда скажи, что я согласен. Я говорю, а вы серьезны? Нет, я тоже не серьезны, но пускай она тоже понервничает. Саша немножко всегда игриво относился к ее всплескам. А я всерьез, я чувствовал, что она способна на какие-то поступки. Я даже Саше говорил, Саша, Саша, ты не играйся, потому что она не играет. Их любовь – это сплошной оголенный нерв. Казалось, им нравится ненавидеть друг друга. Они делали это страстно. Я тебя люблю. В семье не было тишины. В семье были скандалы. Про это столько написано классиками, начиная, что все семьи счастливы и одинаковы, они счастны по-разному. А Достоевского вообще написано, я боюсь цитировать, но как-то так, что в семейной жизни есть такие закоулки, куда даже сами они заглянуть не могут. Сколько видишь, дерутся, орутся, бросают, утюгают друг друга, любовь бесконечная. А тут милуются, целуются, потом он ее зарезает или, не дай бог, отравил. Да навалом таких историй. Нет, нет, там все тоньше, там все непонятнее. И я думаю, что в этом разобраться до конца, может только что-то предполагать. Их конфликты никогда не затягивались надолго. Но в последнее время все изменилось. У Александра с Ириной начались настоящие бои. Я приехала на дачу. Вот мы сидим, стол накрыт, все. У Саши чуть-чуть повышен сахар. Ну, на столе там сало, он мажет хлеб маслом, сверху сало. Ирина на него ругается. Ты куда? Тебе нельзя. Он, а я хочу. Вот с этого начинались вот такие скандалы. Пороховщикова мучил сахарный диабет. Ира старалась следить за мужем, а тот вел себя, как неразумный ребенок. Что это? Она не давала им кушать то, что ему нельзя. А ему очень хотелось. Он же кричал, что не учи меня жить. Я хочу, сколько отпущено, столько я и буду жить. Вот примерно так строилось. У него везде были спрятаны конфеты, тайники с конфетами были. Его конфеты любимые были мечта, карамель. И вот везде, везде эти карамельки были, везде. Ира все время находила и ругала. Но артист будто перестал адекватно воспринимать действительность. Он скрывал от жены положение дел. И даже когда у него началась гангрена ступни, Пороховщиков ничего не говорил Ирине. У него были страшные, мучительные боли. Я ему сказал, Саша, а почему ты врачей-то не вызовешь? Не отвезут тебя на скорую и так далее, и так далее. Да, говорит Витюша, перетерплю. Его любимая, я перетерплю. Ирина замечала, ее Саша стал исчезать. А вместо него все чаще появлялся неуправляемый и злобный человек. Ему было нелегко. И с ней тоже, кстати, было нелегко. Во-первых, потому что сказывалась разница в возрасте. Он очень нервничал, потому что диабет – это не шутка. И он сказывается на многих ипостасях мужчин. Я думаю, что он в последнее время очень нервничал, как мужчина. Он начал принимать очень сильно наркотические вещества обезболивающие. И он становился более немножко агрессивным. Ну, а куда агрессию? На близкого человека. Состояние Пороховщикова ухудшалось. Он страдал от невыносимых болей и регулярно превышал безопасную дозировку. Это началось постепенно. Все дело в том, что сначала он принимал, ну, грубо, одну таблетку в месяц, потом две, потом каждую неделю, потом там через день. Ирина умоляет его остановиться, но Александр уже не в состоянии это сделать. Именно поэтому артист исчезнет из дома в январе 2012 года, не предупредив жену. Пороховщиков понимал, Ира права, но не мог выносить ее постоянные упреки. Он до последнего терпел разрастающуюся гангрену. Для этого много не надо. Надо просто не соблюдать режим. И она тебя найдет гангрена сама. Когда Пороховщикова, наконец, доставят в больницу, там только разведут руками. Спасти ступню невозможно. Но в целом врачи уверены, артист поправится. Однако только Ира ощущает надвигающуюся беду. Когда только Александра Шалыча доставили в больницу, и он выглядел гораздо более здоровым человеком, чем за неделю, за две до этого. И когда мы вышли из палаты, Ирина расплакалась и сказала, что он больше из больницы никогда не выйдет. Я подумал, что это какая-то истерика, и не обратил на это внимания. Видимо, между Александром и Ириной существовала особая связь. Артист уже шел на поправку, когда случилось то, что предчувствовала его жена. Я с ним поговорила по телефону, он говорит, все, я выписываюсь, все. А потом через некоторое время он говорит, меня что-то в кардиологию отправили зачем-то. И на следующий день у него инфаркт, инсульт, я не знаю. И все, и нет человека. Стала звонить, он недоступен. Так и остался недоступен. Очень обидный его уход. Он какой-то не его уход был, знаете. Он должен был в какой-то автомобильной катастрофе, в самолете, там парашют не раскрылся, что-то такое. А вот так, чтобы лечь вот в реанимацию и в никуда, в пыль вдруг как-то. Совершенно не его история, вот эта кончина. Для Ирины Александр был не просто любимым человеком, а единственным смыслом ее жизни. Я не представляю Ирину без него. То есть пороховщиков для нее – это вселенная. Когда Александр попал в больницу, у Ирины началась тяжелейшая депрессия. Журналисты, привлеченные известием об ухудшении состояния артиста, без зазрения совести терзали безутешную Иру. И журналисты провоцировали, кстати, ее, что тоже не секрет. Бывало, позвонят ей и скажут, что ваш муж умер. Такое было несколько раз. У нас журналисты, насколько я знаю, я припер одного к стенке. И он признался, что да, я звонил. Но я не звонил и не говорил, что он умер. Я говорил, что он при смерти. Возможно, именно эти сообщения и доведут Ирину до самоубийства. За несколько часов до суицида она позвонит своей подруге Ольге, дочери знаменитого артиста Сергея Шакурова, и попросит присмотреть за ее собакой. Я еще удивился, когда зачитали ее записку. Настолько она собралась и написала такую записку. Записка-то адекватная абсолютно. Обо всех подумала. Даже о собаке. Произошло, к сожалению, так, как должно было, наверное, произойти. То есть других вариантов не было. То есть вот именно так, как должно было произойти. То есть это судьба. Она бы даже, если бы не покончила с собой, она бы умерла. Просто умерла от тоски, от бессмысленности существования своего. Она была создана для того, чтобы с ним жить и любить его. И в тот момент, когда его не стало, была проблема не самоубийства. Я даже не называю это самоубийством. Это сознательный уход. Когда в дом ворвется наряд полиции, Ирина будет уже мертва. Ее найдут повешенной в мансарде фамильного особняка Пороховщиковых, где Ира и Александр так любили танцевать. Ира и Александр так любили танцевать. У них с Сашей была одинаковая подпись. Он писал Александр, она Ирина, Порох. Да, у них это было договоренности. Если они даже писали какие-то записки, только Порох. История Александра и Ирины Пороховщиковых будто бы вышла из-под пера Шекспира. Великий драматург, несомненно, превратил бы ее в настоящую трагедию. Двух совершенно разных людей объединила неподдающаяся логическому обоснованию любовь, ради которой они были готовы на все. Они боролись до конца, преодолевая коварство и зависть. И даже в смерти остались вместе. Я знаю.